Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шергина подготовила видеопрезентацию ко дню космонавтики. И мы сегодня хотим вам рассказать о космодромах, которые находятся на территории нашей страны. Что же такое космодром? Космодром – это территория, на которой размещается комплекс сооружений, предназначенный для хранения, содержания в готовности, подготовки к пуску, для пуска и контроля полета ракет космического назначения на участке выведения. Основная стартовая площадка находится на Байконуре, который находится на территории Казахстана, который наша страна использует на основании аренды. На территории России космодромов всего 5. Это космодромы Свободный и Восточный, Капустин-Яр, Космодром Ясный и самый северный космодром Плесецк. Космодром Капустин-Яр находится в северо-западной части Астраханской области. Площадь его порядка 650 квадратных километров. 13 мая 1946 года было подписано постановление Совета министров СССР о создании государственного центрального полигона для испытания ракетного вооружения, первых советских баллистических и зенитных ракет. И уже в 1948 году была запущена первая в Советском Союзе баллистическая ракета. Запуском руководила группа во главе с Сергеем Королевым. И Капустин-Яр – это стала первая площадка, откуда советские инженеры начали штурм космоса. 16 марта 1962 года Капустин-Яр стали использовать как космодром, и на орбиту Земли был осуществлен вывод первого малого исследовательского спутника «Космос-1». С 1998 года официальное название – четвертый государственный центральный межвидовый полигон Министерства обороны Российской Федерации, который предназначен для пуска боевых баллистических ракет, геофизических и метеорологических ракет, а также космических объектов небольшой массы. И в основном он сейчас служит для испытания зенитных ракет в большой дальности. Космодром или пусковая база «Ясный» находится в Оренбургской области в Яснинском районе. Первый космический пуск с «Ясного» был осуществлен 12 июля 2006 года, когда на околоземную орбиту был выведен американский экспериментальный спутник «Генезис-1». Пусковая база эксплуатировалась компанией «Космо-Транс» для коммерческих запусков спутников из десятков стран мира. Благодаря разработанной технологии, с помощью которой военные ракетоносители «Днепр» с истекшим годом службы места боеголовок несли в космос мирный груз. Такие запуски позволяли получать доход от утилизации боевых ракет. Всего на космодроме было совершено 10 запусков, каждый из них был успешным. Однако 10-й пуск стал для «Ясного» последним. Он был осуществлен 26 марта 2015 года, когда на орбиту был выведен корейский спутник. С 1 марта 1996 года был создан испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации, который получил название «Свободный». Этот космодром находится в Амурской области, в 10 километрах северо-восточной города Цуалковский. И причиной стало то, что «Байконур» стал вне территории России, а стартовые комплексы «Протон» для запуска ракет-носителя тяжелого класса были только на «Байконуре». Первый запуск ракеты-носителя «Старт» был осуществлен 4 марта 1997 года. И за все время существования космодрома было произведено 5 запусков ракет. И уже в марте 2007 года космодром «Свободный» был закрыт ввиду малой интенсивности запусков. В 2007 году был подписан указ о создании самого современного в мире космодрома «Восточный». И в 2011 году в Амурской области началось его строительство. Площадь космодрома порядка 700 квадратных километров. Находится он вблизи города Цуалковский. Это первый гражданский космодром в нашей стране. И космодром возводился с целью обеспечения независимого доступа в космос и гарантированного исполнения международных и коммерческих космических программ. 28 апреля 2016 года состоялся первый успешный пуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли. И всего с 2016 по 1922 год с космодрома выполнены 12 орбитальных пусков. И на орбиту выведено 294 космических аппаратов. И на сегодняшний день космодром «Восточный» располагает стартовым комплексом площадка 1С для ракет семейства «Союз» легкого и среднего класса. И ведется строительство нового стартового комплекса площадка 1А для ракет-носителей семейства «Ангара». Космодром «Плесецк» – это первый государственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации. Это советский российский космодром, обеспечивающий часть российских космических программ, связанных с оборонными, а также прикладными научными и коммерческими пусками непилотируемых космических аппаратов. Свою историю космодром ведет с 11 января 1957 года, когда было принято решение о создании военного объекта с условным наименованием «Ангара». Объект создавался как первое в СССР войсковое ракетное соединение, вооруженное межконтинентальными баллистическими ракетами. Космодром «Плесецк» расположен в 180 километрах к югу от Архангельска. Это место выбрано не случайно. В первую очередь учитывалась десекаемость территории для вероятных противников, возможность проведения и контроля испытательных пусков в район Камчатки и необходимость в особой скрытности и секретности. Исходя из этого, лучше всего подходил именно данный малонаселенный район. Административный жилой центр космодрома – город Мирный. Численность персонала и населения города Мирный – приблизительно 30 тысяч человек. Начало космодрома положено 17 марта 1966 года стартом ракеты-носителя «Восток-2» с искусственным спутником Земли «Космос-112». На космодроме эксплуатируются ракеты-носители легкого класса, среднего класса и тяжелого класса «Ангара-А5». Технические средства космодрома позволяют проводить запуски различных космических аппаратов на все типы орбит, включая геостационарные. Из 1966 года с космодрома Плесецк уже выполнено более 1600 орбитальных пусков ракет-носителей и на орбиту выведено более 2000 космических аппаратов. За заслуги в обеспечении безопасности государства, укреплении его обороноспособности, создании, испытании и производстве новых образцов оружия, боевой и специальной техники, космодром награжден орденами Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, а также Орденом Суворова. О, Родина! Ты смотришь в небо смело, Ты рвешься к звездам, обгоняя птиц. Нет разуму свободному предела, И смелости высокой нет границ.